В столице республики Башкортостан словно и не заканчивалась неделя звезд хоккея. В завершении этого восьмидневного звездного марафона юлаевцы съездили на выезд, после чего при родных болельщиках принимали самую мощную по составу команду КХЛ Санкт-Петербургский СКА. Целую россыпь звезд во главе с Дуцуком и Ковальчуком башкирские болельщики ждали с нетерпением и даже несмотря на не самые выдающиеся результаты верили в успех Салавата Юлаева. Мы вообще каждый раз, каждый матч верим, что Салават Юлаев победит. Сегодня особенно. Вы знаете почему? Да это немножко не получалось, но сейчас вера наша особо сильна. Вы знаете почему? Сегодня мы на лошадях. Да. Кстати, мы их оставили там, настоящие башкирские лошади, но не вносят американцев, поэтому пришлось оставить там. И надо, чтобы наши с ними сегодня побыстрее разделались, потому что лошади замерзнут, если там все затянется. Так что давайте Салават Юлаев вперед, гринмаши. Кантри, шляпы и все, что любят настоящие ковбои, в день игры Соска создавал на Уфа-арене непередаваемую атмосферу. Такая накачка вкупе с громогласной поддержкой болельщиков сделали первый период очень динамичным, хотя и прошел он без забитых голов. Единственное, что его омрачило, это травма Гаврилова, после которой продолжить встречу он не смог. Появившегося в рамке после перерыва Светберга сложно винить в том, что уже в дебюте второго игрового отрезка он не спас команду, когда СКА играл в большинстве. Уфимцы после этой шайбы добавили и играли с большим желанием, но для гола его оказалось недостаточно. Более того, юлаевцы пропустили еще раз, позволив сопернику убежать в контратаку. Первым сыграли хорошо, вторым начали, начало плохо. Плохо сыграли, в общем, первые 10 минут, и опять надо отыгрываться, опять надо играть, давить. Не знаю, в чем проблема, концентрация на второй период нужна. В заключительном игровом отрезке хозяева доказали, что они умеют сражаться и биться с любым соперником. Сольный проход Лисина вселил надежду в зеленые сердца болельщиков, и трибуны погнали юлаевцев вперед. Казалось, что вот-вот наши ребята отыграются, но забить больше не удалось. А третий ГУЛСКА подвел черту под этим нервным матчем. Я думаю, что мы провели сегодня не совсем плохой матч. Вновь проиграли, но парни сражались. Я думаю, что мы должны добавить больше жесткости в игре под воротами, потому что соперник непростительно легко нам забивает из подворот. И над этим нам следует тоже поработать. Текущая домашняя серия юлаевцев проходит под девизом «Вверхом на звезде». В первой игре противостояния с армейцами из Питера у финцы разжиться очками не смогли, но веру в успех матча с ЦСКА наши ребята своей игрой вселили. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова